Здравствуйте, дорогие YouTube-зрители! Я Мухаммед Иртезбаев. Иртезбаев Live снова в эфире. И я хочу продолжить последнюю тему вот этого страшного резонансного массового убийства, которое произошло в Алмате. И если вы помните, глава государства подчеркнул два таких очень важных аспекта, что никакого оправдания этому убийству быть не может. И второй важный момент, вот особенно для аналитики, он призвал к очень всестороннему такому исследованию, анализу того, что произошло. И в последней передаче с Рахимом Шапаевым, известным экономистом, мы говорили на тему вот этой глобальной проблемы, которая у нас в стране возникла, да, кредитование. Я сегодня пригласил известного общественного деятеля, эксперта Дениса Кривошеева. Денис, на меня очень большое впечатление произвело твое интервью, которое ты на зоне Киезет дал Лилии Игликовой. Очень такой, знаешь, фундаментальный анализ. Во-первых, спасибо, что пришел, и мы с тобой договаривались, что мы будем часто встречаться, и это очень хороший повод. Потому что анализ ты дал обстоятельный, там вообще возразить нечего. Но меня очень сильно, знаешь, так встревожило, насторожило название этого интервью. Героизация вот этого булакского стрелка приведет к непоправимым последствиям. Я бы хотел, чтобы ты еще раз объяснил, вот, во-первых, это слово героизация, да, которое в социальных сетях происходит. Приведи, пожалуйста, конкретные примеры, кто этим занимается, если можно. И какие непоправимые последствия могут быть, если не остановить вот эту волну? Ну, в первую очередь, я хочу подчеркнуть, что глава государства не только высказался о всестороннем изучении, подчеркну, проблемы, а не принятии скоропалительных решений. Потому что любой неверный шаг сейчас может привести к обвалу экономической системы в стране. Потому что банки это основополагающий институт, который позволяет существовать государству в принципе. Потому что если он исчезнет или каким-то образом будет заблокирован, последствия, как я говорил, как раз таки будут катастрофичными. Он высказал свою позицию по отношению к убийству через вручение посмертно наград, государственных наград полицейским и частному судебному исполнителю. Именно в таком порядке. Айбен и второй степени, я не помню название ордена, который выучил, часто судебному исполнителю. Это показывает, что государство четко дало понять выбор между законом, исполнением закона, решением суда и между общественным мнением. Впервые, пожалуй, за последнее время был так четко, он артикулирован и причем очень умело и насказательно и для тех, кто умеет читать и умеет понимать, что делает государство, это очевидно. О чем я был озабочен с первого дня, с первых минут фактически того, что произошло, почему долго через суток не вмешивался, сначала в конфликт, потому что набирал информацию и уже после этого подключился. Происходит героизация или я бы даже сказал иконизация, то есть превращение этого человека в икону, причисление его чуть ли не к лику святых, ну если мы говорим на русский манер. То есть вообще про убийство пятерых, об этом даже и на десятом росте. Более того, если вы посмотрите другие интервью крупных игроков, то вчера Жовтис рассуждал на тему, что это не выстрел, условно, в людей, это выстрел в систему. И так рассуждают практически... Я хочу пояснить YouTube зрителей. Евгений Жовтис, это известный правозащитник, очень грамотный юрист, я его как юриста и уважаю, но я просто не смотрел, неужели он именно вот таким образом... Последняя фактически фраза его звучала именно так, что это выстрел в систему, то есть мы сталкиваемся в интернете повсеместно с одной и той же фразой. Конечно, пять человек убить нельзя, но я не могу понять, что такое но в этой истории. Пять человек убить нельзя и точка. Никаких рассуждений на тему не может быть и не должно быть, потому что как только мы уходим вот в это но, мы готовим фактически почву для революции. Мы имеем целый класс, о котором говорил Рахим Сакеныч, у вас здесь в студии, мы имеем целый класс должников, это порядка, если не ошибаюсь, 5 миллионов человек, почти почти все взрослое население и население, которое не любит чаще всего платить по этим долгам и не хочет по ним платить, ожидая каких-либо изменений или там, скажем, поползновений, чтобы воспользоваться ими и потребовать списания этих самых долгов. Никто не спрашивает... Никто не спрашивает, а ведь было однажды списание? Я был против, я был категорически против, я понимал на чего это сделано и поддерживаю с одной стороны главу государства, потому что это его решение и мы должны поддерживать президента как основной институт в стране, главный институт. Да это собственный институт, на котором держится страна. Да, но есть моменты, с которыми я могу не соглашаться, понимая патерналистское настроение общества, издевенческое и патерналистское его настроение. К сожалению, мы видим, это одно из последствий того самого решения, что люди почувствовали, что можно создать условия путем вот таких вот пробросов. Сначала там вот оставим, наверное, жилье, после которого я активно выступал, говорила, с чего вообще? Почему были люди, которые платили честно и исправно и выплатили эту ипотеку, как бы им тяжело не было? Обнашлись люди, которые сказали, нет, мы платить не будем. Почему? С чего вообще? Никто не освобождается от долгов, даже смерть не освобождает от долга. И это не только религиозный постулат, но и человеческий постулат. Долги надо отдавать. И вот мы читали это «но», бесконечное «но» у огромного количества людей. Если вы помните, то у эволюции должно быть три составляющие, да? Ну вот как таковой. Это лицо революции, идеология революции и причина. Условно, для Ленина это был его брат, который казнен был за попытку убийства царя, да? Все равно же так и есть. Или другие бомбисты, которые были топливом для революции, которые были героизированы после революции. Как историк, я бы с удовольствием сейчас подключился к этой дискуссии, но я не хочу, что это основной темой. Я к тому, что вот такой человек, как Дужнов, может стать лицом. Может, легко. И его героизируют. О нем пишут, что он защищал семью, он защищал детей, он отстаивал дом. При этом никто не погружается в то, что на реальности происходило. А 5 оставшихся семей без отцов? Никого это не интересует. Абсолютно. Они считают, что это представители власти, это представители грабительских, грабительского бизнеса, которые выкупают... Денис, если так обстоит дело, то это не просто тревожно. Это вот с точки зрения юриспруденции, да, конституции, законов. Есть статья пятая конституция, которая категорически запрещает там разжигание, да, межнациональной, там, сословной вражды, ну и так далее, да. Ведь, на мой взгляд, вот такие призывы, если они идут в социальных сетях, я не так внимательно отслеживал это, это же экстремизм, самая чистейшая воды, экстремизм. Но если почитать, не надо далеко ходить, почитать вот эти комментарии под ютюбовским выпуском за зоны Киезет, и там прям видно, что меня обвиняют в том, что я продался банкиром, что я там стою на стороне государства. Один такой важный момент, давайте мы сразу сейчас уточним, продался человек банкиром или нет, полностью согласен с тобой, когда ты говоришь, долги надо возвращать. Знаешь, в Советском Союзе мы вообще все время жили в долгах, на самом деле. Пятерку, десятку, там, 20 рублей до получки, еще что-то. Всегда все друг другу занимали, я помню хорошо это время, 60-е, 70-е, 80-е годы. Долги возвращали все. Это было дело чести. В купечесной России это вообще было дело чести. Да, дело не чести, потому что никаких процентов не было. Ну, занял пятерку, десятку, отдал, да? Но я видел одного человека, который занял 3 тысячи, не занял, а взял 3 тысячи долларов, а отдал 10 тысяч долларов по договору, который банк составил. Это же не банк, это какой-то ростовщик, это какой-то ростовщический паук средневековья, который заманил в сети и закабалил человека. Вот о чем и дело. Если вы помните, я был активным участником продвижения закона об микрокредитных организациях. Более того, я выступил против фактические части депутатского корпуса, которые хотели протащить кабальные поправки, которые бы узаканивали то, о чем вы говорите. При этом я хочу напомнить, что до появления банковской системы, вот, разветвленной и достаточно уверенно работающей в Казахстане, мы занимали какое-то время друг у друга и под 10% минимум, еще и в долларах. Я помню времена, когда мне родной, ну не родной, а двоюродный дядя занимал 100 долларов под 10% в месяц, понимаете? И это не считалось чем-то зазорным. Вот так мы жили. Сейчас появились банки, это инструмент, в первую очередь инструмент, которым нужно научиться работать. Я не оправдываю ситуацию, когда, и опять-таки призываю в каждом конкретном случае, в случае душного, не мешать все в одну кучу. Проблема нашего общества в том, что оно постоянно все пытается в один казан запихать и из этого сварить, там, не знаю, борщ, плов, там, бешпармак или что угодно. Ну, такой информационный. На самом деле, каждый конкретный кейс имеет свои проблемы, имеет свою историю, и мы не можем отрицать фактов возникновения этого долга. Но хочу поставить в известность всех, и я думаю, что это один из самых хороших способов, у каждого человека, берущего в долг под залог чего бы то ни было, неважно коммерческий, это как в случае душного кредита, или мы говорим об ипотеке, всегда есть возможность досудебного урегулирования долга. Называется это все в развитых странах фиксирование убытков. Это надо понять, что иногда самому продать залог и рассчитаться с банком выгоднее, чем ждать, когда банк реализует его через торги. Почему? Денис, извини, я здесь перебью, да, вот случай с душного ему, с этим убийцей, существу, это из ряда вон выходящий. Если бы он был, ну, я не знаю, каким-то изгоем, но он был достаточно, ну, крепко стоял на ногах. Да ну нет, он сколько у нас занимал людей? Нет, ну смотрите, в долларом эквиваленте где-то около 700 тысяч долларов. 680. 680 тысяч долларов, это, извините, не каждый, далеко не каждый. А банк истребовал 260. Да, далеко не каждый может взять такой кредит, поэтому это вот, это суд, следствие суд, все разберутся. Речь я сейчас хотел вот о чем повести, Денис. Меня поразили факты, которые Рахима Шахпаева в последней передаче, я даже не знал об этом, что если брать кредиты как таковые, то юридические лица, ну, в основном мало и средний бизнес, они набрали кредитов там на 7 триллионов, а физические лица на 7 триллионов 600 миллиардов, то есть физические лица превышают это, это уже какая-то критическая масса очень серьезная, почему начали всю эту тему самым таким, ну, детальным образом обсуждать. Ну, это как раз к вопросу о пастве эволюции, возможной пастве людей, еще раз говорю, никто не хочет отдавать долги, это нормально. Русская пословица, берешь чужие, отдаешь свои, она про это как раз. Нет, Денис, ты здесь не прав. Вот здесь я не слышу, что значит никто не хочет возвращать долги? Ну, вы не воспринимаете коллекторов как какого-то врага, а просто попробуйте побеседовать хоть раз в жизни с коллектором и как он работает с должниками, которые взяли и не рассчитываются. Есть масса историй должников, когда они говорят, я брал кредит и даже не собирался, я даже не знал, что его надо возвращать. Люди вообще воспринимают в массе свои деньги, которые они берут в банках, банковской собственности, которую можно не отдавать. Ты сам когда-нибудь брал кредит? Я, честно сказать, беру только потребительские, ну там условно, если я не хочу брать в рассрочку за наличные деньги, это вот отдельная проблема, про рассрочку, ввиду того, что в этой цене находятся банковские интересы, всегда. И у нас, например, для того, чтобы решить проблему во многом, нужно, чтобы появилось два ценника в магазинах. Один ценник в рассрочку, а другой ценник за наличные. Я почему задал этот вопрос? Я однажды взял кредит, это было, сейчас скажу, в апреле 2002 года, ну квартиру я покупал в Алма-Ате. И ты знаешь, я помню хорошо свои ощущения, как только я в Казкомерцбанке взял кредит, под эту же квартиру, которую купил. И я тебе скажу, жизнь моя, она вот какой-то, какой-то новый отсчет начался, и она стала неспокойной, неприятной. Что вот этот кредит, эти проценты, вот, я взял этот кредит, там, по-моему, на два года, а на самом деле сделал все возможное, творческие виды деятельности, научные, там, книгу издал, гонорары, чтобы быстрее во что бы то ни стало расплатиться и больше никогда не брать кредитов. Энергетика долга, она негативная. Она негативная. Для нормального человека быть должником воспитанного человека, воспитанного на традициях, на морали, на религиозных каких-то убеждениях. Долг это плохо. Долг плохо всегда. И особенно если долг, вот, мы возвращаемся все время к должному, долг вот как у него. Человек взял и не собирался платить. Человек взял не только у банка, но и огромного количества частных лиц и не собирался платить. Я еще раз повторяю историю Елены Винокуровой, ее мамы, у которой он занял 35 тысяч евро и не вернул. Это совершенно достоверно. Есть судебные решения. Ты знаешь, Денис, меня что поражает? Вот социальные сети, они чем хороши, да? Они действуют стремительно, быстро, ну, в отличие от традиционных средств массовой информации. Час или полтора вот после убийства произошло уже все данные, значит, какие кредиты, где, что, то есть, ну, многочисленные факты, да, уже выложили в социальные сети. То есть, вплоть до того, что докопали, что этот Дужнов участвовал в боевых действиях в Донбассе. Ну, пока еще нет стопроцентных доказательств, мы не можем так говорить. Да, есть фотографии, есть какие-то утверждения. Пока мы будем оставить это на сторону следствия. Меня поразило другое. Меня поразило, что первые же публикации в СМИ, их тон был осуждающий по отношению к судебной системе, к полиции и к судебным исполнителям. Как ты думаешь, какая главная причина, почему вот изначально вот, ну, произошло страшное убийство? Очевидно, что этот человек, ты даже его серийным убийцей назвал. Ну, для меня это серия. Образно говоря. Пять человек, это массовое серийное убийство. Если он все-таки воевал в Донбассе, тут вопрос. Возможно, это уже и серийное убийство. Какая главная причина, почему? Почему вот так? Не все общество, а часть общества. Ну, ему же дали импульс. Вопрос в пиаре всегда возникает, кто первый даст импульс. И тут вот появилась целая серия публикаций определенных журналистов, цель которых была дискредитировать судебную систему прежде всего. Это, возможно, личное, возможно... Насчет журналистов мы еще поговорим. Мне представляется, что с точки зрения, ну, через призму протестного электората, да, и тех людей, которые отражают мнение протестного электората. Конечно, они будут действовать по принципу, чем хуже, тем лучше. И раз такое произошло, надо по максимуму использовать это против действующей власти. Даже Евгения Жовти, с которого ты упомянул, я его уважаю как личность, как сильного квалифицированного юриста. Даже он, у него, конечно, есть основания. Он не любит власти, и у него есть, за что ее не любить, потому что власть с ним тоже поступила очень нехорошо в свое время. Ты помнишь, да, когда ему пришлось буквально в смысле от звонка до звонка отсидеть вот за то транспортное происшествие с смертельным исходом. При том, что сотни при таких же случаях вообще не несут наказания. Да, я соглашусь, что причины всегда есть. Есть несовершенство судебной системы, безусловно. И есть к чему стремиться. Вопрос, что в кризисные моменты, схожие с таким открывающим в окно возможностей, психологическое окно возможностей, которое может спровоцировать за собой повторение. Ну, то есть, как бы это правильно сказать, могут появиться последователи, те же также закредитованные, также у которых что-то забирают, могут также взяться за оружие, могут объединиться под одной. Журналисты и общественные деятели должны разделять государственные интересы. Подожди, Денис, ты сказал о том, что могут взяться за оружие. Я вот, честно говоря, до этого не припомню вообще ни одного такого случая. Были случаи, когда несчастные, скажем, люди, закредитованные, которых выселяли, они угрожали суицидом. Кто-то там пытался керосилом бельзином облить, апеллировали к общественности и так далее. Были такие случаи. Но стрелять никто не стреляет. Да, это, я говорю, из ряда вон выходящий случай. Тем более, человек возвратился в дом, взял оружие, целенаправленно вел стрельбу, причем очень меткую стрельбу, как выяснилось. Восемь выстрелов, пять трупов. Поэтому все разговоры в социальных сетях, что он действовал в состоянии аффекта, на мой взгляд, это не то чтобы давление на суд, но я не вижу никакого аффекта. Нет, 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 это не давление на суд. Вы поймите, сейчас речь идет не о суде, а сейчас оппозиционные силы и люди, которые недовольны, так скажем, текущей повесткой или текущим распределением сил, будут использовать это как средство возможной дестабилизации. О ситуации в стране. Очень удобно. Всегда маленький человек, пострадавший, никто не разбирается в причинах. Это вот как история Life Matters в США, там никто не спрашивал причину, вот его убили, условно, тогда и все. А здесь другая история, здесь человек, пострадавший якобы от системы. При этом никто же не спрашивает, никто не анализирует, никому не интересно. Поверьте, анализ ситуации никого не заинтересует. Как он довел до такой ситуации? Никому не интересно. Никому не интересно судьбы покалеченной убитых, никому не интересно судьбы покалеченной людей, которые дали ему в долг. Никого это не интересует. Есть маленький человек, который встал против системы, как вчера сказал Джовтис, он выстрелил, не в людей, он выстрелил в систему. Это приговор, это серьезное политическое заявление. Как ты думаешь, это проявление свободы слова или злоупотребление свободы слова? Ну, одним словом, как-то надо точную оценку дать. Я считаю, что на зыбкой почве перемен, которые сейчас происходят, каждый пытается выстроить свою политическую или общественную платформу на свое усмотрение. Я вижу, или как там говорят, вовремя предать, предвидеть. Я вижу огромное количество журналистов, которые быстро меняют свою гражданскую позицию. Вчера они были провластными, а сегодня начинается, неожиданно вдруг становятся самыми ярыми критиками режима. Ну, это нормально, еще Сергей Довлатов говорил, что, помнишь, один американский магнат, он произнес такую фразу, честный журналист продается только один раз. На что Сергей Довлатов очень резонно заметил, журналист продается тысячу, миллион раз. То есть, это естественно его состояние, и поэтому нападать на журналистов я бы не стал. Это их работа. Я не осуждаю. Им нужны жареные факты, им нужны сенсации. Они будут раздувать эту тему, это естественно. Вопрос не в сенсациях, вопрос внутренней гражданской ответственности каждого за свою страну. Я считаю, что нет ни одного довода, оправдывающего данное убийство. Ни одного. Не разбирая в том, причины выселения, не причины выселения, долг, не долг, кому должен, нет таких причин. Нет слова «но», нет сослагательного наклонения, нет ничего. Есть убийство пяти людей, которые пришли исполнять законное действие суда. Тем более, Денис, еще раз повторю, я не случайно сказал, что этот случай из ряда вон выходящий, поскольку та информация, которую я обладаю, меня убеждает в том, что этот Дужнов, он не был изгоем. Он достаточно крепко стоял на ногах. У него там какой-то салон и еще какая-то собственность, кто-то обнаружил еще квартиру. Кстати, как ты относишься к принятию двух законов? Первый закон уже, я думаю, будет принят, или нормативно-правовый акт, который запрещает категорически, единственное, если жилье, единственное, какой бы долг ни был, человек не может быть выкинут на улицу. Ну, мы столкнемся с серьезным пересмотром банковской практики. Ты против этого закона, Елизавета? А я считаю, что в Грузии он существует. Ну, в Грузии он может существовать. И в ряде других странах. В России его отменили недавно, эту поправку, потому что люди начинают мошенничать. Хорошо, в России отменили, но в России есть закон о банкротстве физических лиц. И у нас он должен, вот у нас он с 2008 года, я пишу о его необходимости, с 2008 года, когда получился первый банковский кризис, уже с тех времен я пишу о том, что это нужно делать, нужно мягко идти. Ну, отлично, Денис, мы в этом плане единомышленники. Но я могу сказать, что... Закон, вот мне представляется, что он будет принят. Это очень сложная процедура, поверьте. Признать человека банкротом, процедура крайне сложная, и там будет кейсов не так много. А вот то, о чем вы говорите, к чему приведет пересмотр банковской практики? К удорожанию кредитов. Они и так не дешевые, не потому что банки злые, не потому что они хотят, а потому что такая экономическая система. Есть несколько составляющих банковского кредита. Ну, давайте уж честно говорить. Дорогие деньги, в первую очередь. Ведь в основе депозита лежат же не собственные, большинство людей считают, что банк дает свои деньги. Это вот политика Облязова, которая там обсуждает, что меня обокрали, у меня забрали банк, и деньги, которые у меня были. А это были деньги не его, это были деньги вкладчиков. В банке, у банка своих денег практически нет. Все это деньги вкладчиков. Вкладчики, согласно существующей денежно-кредитной политике, получают в среднем за депозит от 9,5 до 13% годовых. Банк не может взять дорогие деньги и дать их кому-то бесплатно или дешево. У него нет такой возможности. Параллельно он еще эти депозиты страхует. Продукциальные нормативы исполнять обязан, которые очень сильно усложнились за последнее время за счет стремления к базе на втором. Он должен содержать штат, юристов, он должен содержать еще очень много чего. Это тысячи и тысячи людей, которым нужно платить зарплату каждый день. Я не оправдываю банки. Люди должны понимать, что кредит это не пришел, я к вам пришел, у вас взял и сказал, буду платить вам 20% годовых. Нет, это серьезная процедура, как складывается, хорошо отрегулированная на самом деле за последние годы. Мы очень сильно продвинулись к тому, что есть ГСВ, есть понимание, есть очень многие вещи, которые даешь себе отчет, когда берешь эти деньги. А вот теперь с единственным жильем. Сейчас банки не будут вам давать кредиты под жилье. Они будут вам давать кредиты под второе жилье. Вы должны будете предъявить банку не только, что у вас есть не одна квартира, а две. То есть мы доступность кредитования для бизнеса просто убиваем. Подожди, Денис, бизнес это бизнес, а физические лица? Ну а что выставляет бизнес чаще всего, малый и средний бизнес? Что он выставляет как гарантию? Собственное жилье, конечно. Малый предприниматель, у него чего есть, кроме собственной квартиры? Все, вы их отсечете. Вы просто их выключите из кредитной системы. Вот и все. Если вы не знаете, как работает банковская, не вы в частности, а люди не знают, как работает банковская система, очень легко судить. Денис, я здесь не то, чтобы не соглашусь. Представитель малого бизнеса, да, он в залог свой бизнес, как правило. Нет. А как? Ну у вас торговое место, которое вы арендуете. Второй момент. Я вот, у меня есть несколько знакомых, приятелей в малом, среднем бизнесе работают. У них, как правило, не одна квартира. У них есть и дом, и две квартиры они в аренду сдают. То есть это люди, ну скажем так, рентабельные. Они достаточно прочные. Это ваши друзья. Мы говорим о среднестатистическом заемщике. Есть понятие личная гарантия под бизнес-кредиты, а их банки активно используют. То есть не только под бизнес, который ты берешь, и там есть какие-то залоги, но и личная гарантия, так называемая. Кстати, в случае с Дужновым там так и было. Там есть бизнес, который они выставили, и личная гарантия. Значит, банку не хватило тех залогов, которые ставил Дужнов против денег, которые он получил. То есть банк сомневался. Вот он взял 680 тысяч долларов, поставил свой дом, вот эту парикмахерскую, еще дом поставил. Этих залогов хватило. И, судя по всему, хватило бы даже после реализации сейчас. Тем более, Денис, ведь эта история там, насколько я припоминаю, лет 7 уже продолжается. С 12-го года. С 12-го года. То есть когда он, я повторю вот эту мысль, когда он брал кредит, этих домов было достаточно, чтобы покрыть 680 тысяч долларов. Потом был кризис, который обвызлил, никто не, все же знают, сколько стоило недвижимость до, а сколько потом. Когда оценивали квартиры, как в банках выставили, когда на продажу, это была одна цена. А когда они их выставили на продажу в 2018 году, когда купил вот этот вот представитель бизнеса, аукционного, то цена была на самом-самом дне, в 2018 году. Я точно это знаю, потому что очень внимательно отслеживает ценную недвижимость. Но люди судят по-своему. Люди не хотят задумываться, в чем причина. Еще раз повторю, у каждого есть бизнесмена, есть опция. Самое главное, не доводить до суда. Потому что как только вы доведете до суда, ваши залоги стремительно теряют в цене. Никто не хочет покупать залоговое имущество, в котором живут живые люди. И выселять их, это всегда обесценивает ваш залог в среднем на 30-40%. Так что, ну, потому что нормально. То ли вы приходите на рынок и покупаете квартиру, там, условно, за 100 долларов, или вы покупаете ее сегодня за 100 долларов, и, как мы видим, три года пытаетесь выселить этого человека из этого дома. Ну, это же риски. Никто не купит за 100 долларов. Он скажет, мне нужен дисконт. Вот он берет дисконт, выкупает и все. Но это мы, если мы говорим о механизмах, это нужно проговаривать. Это обязательно. Потому что, кроме психологии убийства и вот этого механизма всего, что произошло, существует еще и рынок. И мы можем вместе с грязной водой ребенка вылить. Да. Дорогие YouTube-зрители, вы убедились в том, наверное, что, ну, вы видите, что проблема, она достаточно сложна, чтобы делать какие-то быстрые скоропалительные выводы. И что касается этого массового убийства и вообще всей вот этой кредитной истории банковской у нас в Казахстане. Поэтому я, пользуясь случаем, я думаю, Денис, ты меня поддержишь, обращаешься к журналистам, блогерам, общественным деятелям. Если будете поднимать эту тему, тщательно продумывайте каждое свое слово. Почему? Потому что меня очень, кстати, насторожило и немного вызвало тревогу. Ты в течение нашей передачи раз в пять произнес слово «революция». То есть потенциально, да, ты видишь вот эти вот протестные настроения. Это первый раз в истории. И некоторая часть общественных деятелей, я полностью с тобой согласен, они начинают по максимуму использовать. Вот эту историю в своих, я не хочу сказать, там, каких-то корыстных целях, но ситуация непростая вообще на самом деле. И здесь надо очень холодную голову сохранить. Поэтому, Денис, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. И мы обсудили уже несколько в другом ракурсе, потому что с Рахимом Шапаевым мы говорили. Мы говорили об экономике. Мы говорили в основном, да, об экономике. Но, знаешь, мы вот пришли к выводу о необходимости принятия вот этих двух законов. Да, и о банкротстве физических лиц. Почему? Потому что вот ответь на один вопрос. Если бы были вот эти два закона, вот банки, они бы начали давать деньги физическим лицам, у которых одна квартира, у которых залог явно так, и вообще проблемно, проблемно с точки зрения возврата кредита, тем более под такие проценты. Ну, а если мы посмотрим структуру кредитного портфеля банков, о чем вы пытаетесь меня спросить, то большая часть потребительского кредитования, вот эти все знаменитые, 5 триллионов тенге из 7, потому что там только 2 триллиона тенге, это ипотека, и 7 триллионов это как раз-таки общая сумма, то есть 5 остается. 5 триллионов тенге в массе своей это мобильные телефоны. Мобильные телефоны, ну, там чуть-чуть автомобили, чуть-чуть что-то еще, но в целом это вот гаджеты. И еще одна серьезная трата, на которую занимают люди, это большая проблема, именно казахстанская, это той. Это большие деньги, под которые и закладывается недвижимость, чаще всего, потому что по-другому не дадут. Поэтому говорить о том, что если бы мы приняли законы... Кошмар какой-то, честно. Если бы мы приняли законы об запрете, то мы, конечно, бы ударились сильно по банковской системе, но от этого то и не прекратили бы появляться. То есть люди бы пошли к частным заемщикам гораздо в более сложные кабальные условия. Да, они вывалились бы из плоскости закона, но мы можем простимулировать появление теневого рынка займа. И там вопрос, хоть и говорят, мы с Рахимом очень много обсуждали, то тем, что там, где частный вот такой капитал и кредитует, рискованно, там он выпадает из орбиты закона, соответственно, любые действия, направленные на возврат долга, могут расцениваться государством как криминальные. Но мы помним истории из 90-х и понимаем, что мы просто отправим людей к ростовщикам, к настоящим ростовщикам. Денис, ты мне ответил на один вопрос. Про ростовщиков в следующей передаче, хотя очень многие наших банкиров прямо в открытую ростовщиками называют, почему такая агрессивная, назойливая, навязчивая реклама банков идет? Возьмите кредиты, возьмите и так далее. На очень многих сайтах. Во всем мире так? Слушайте, жить в долг, это нормально. Ну то есть, хотя это мне говорят, сейчас все пишут, что это ненормально. Но для большинства стран мира это нормально. И вы были в США, вы были... Здесь я тоже не соглашусь, вот ты упомянул Соединенные Штаты Америки. Все живут в кредитных картах. Это страна, которая живет в кредит. 90% населения живут в кредит. Там вся страна живет в кредит. Вот смотрите, какая разница между кредитами в Казахстане и кредитом в Америке. Какая? Любой, вот ты приедешь в Америку, да, ну ты знаешь свободный английский язык, допустим, да, у тебя есть хорошая профессия. То есть, ты устраиваешься на работу, тебе дают кредитную карточку, и ты в один день все проблемы, которые десятилетиями люди у нас стараются решить, решаешь в Америке. Ты получаешь квартиру, холодильник, телевизор, все в кредит, потому что это страна перепроизводства. Ей надо избавиться. Они машины меняют каждый год, ты понимаешь, да, через 2-3 года и так далее. То есть, эта страна живет в кредит, потому что им выгодно. Человек работает, человек устроен, человек не в протестном электорате, человек или республиканцев, или демократов поддерживает. Система мощная. Поэтому там совсем другие кредиты. Там кредит кредиту рознь. У нас другая история. Почему глава государства и призвал самым детальным образом разобраться в этом. Понимаешь, у зрителей может сложиться мнение, что ты, значит, банковский лоббист, а я наоборот антибанковский, так сказать, лоббист. Мы сегодня с тобой встретились здесь, чтобы разобраться в этом и какие-то пути выхода из этого кризисного состояния. Ну, излишества, вы говорите об излишествах, о мире потребления, о мире излишеств. Это давний спор экономистов и социологов, что важнее экономический рост, просубсидированный кредитными деньгами или все-таки умеренность и грамотное потребление. Но пока наша страна ставит перед собой главную цель рост ВВП и не использует так называемую зеленую экономику, которая как раз-таки говорит в большей степени об отрицательном ВВП, а не положительном, мы вынуждены будем жить в долг. Мы не можем, да и никто в мире не может, наверное, сходу купить квартиру, потому что это очень дорого и во всем мире это очень дорого. Уж вам ли мне рассказать, только вы, пожалуй, в Грузии, наверное, сталкивались с дешевым жильем. А, например, если мы говорим про развитые страны, про Европу, про США, про Израиль, тот же самый. Люди по 30 лет платят кредиты, 30 лет платят ипотеку, даже очень дешевую, потому что у них там дешевые деньги, но они платят 20, 25, 30 лет. Миллион долларов в Аждоди стоит квартира. Ну, или в Нью-Йорке, в каком-то, или где-нибудь в Бостоне, неважно, или в Вене, где угодно, это очень дорого. Мы не учитываем, что нам досталось от Советского Союза очень серьезное наследство. На самом деле, большинство людей в Казахстане очень богатые люди, в отличие от Европы или в отличие от США. У них есть собственное жилье. Я не буду спорить. Его никто не ценит. Проблема в этом, что его не ценит это жилье, что оно досталось бесплатно. От этого огромного государства у нас почти огромный пул собственников. И легко с ним пытаются, не ценят его, и легко расстаются. А когда понимают, что попали, начинаются вот такие всякие истории. Но люди хотят жить непосредством. Мы не можем психологически им навязать умеренность. Ну вот вспомните, о чем больше всего говорили на карантине последние полтора года. О чем? О том, что нет тоев. Ну вот о чем говорили все, что вот мы не можем поехать, встретиться, отметить, в ресторане посидеть. О чем говорили? Ну, наконец-то то и разрешили, а те вакцинировали. А сейчас опять начнется адские затраты на это все. Значит, очень важное предложение, которое ты изрек сейчас, Денис. Надо жить посредством. И Ельбас и глава государства неоднократно говорили об этом. Денис, мы на этом закончим нашу передачу. Я думаю, на первой передаче помним, что мы с тобой договаривались, что цикл передач сделаем. С тобой очень интересно, содержательно всегда беседовать. Спасибо за то, что принял участие. И до следующих встреч, дорогие тем зрителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова